Приветствую вас на канале в гостях Уаннушки. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный, тающий, нежный пирог с заварным кремом. Такой пирог также называют стаканчиковый пирог. Все сухие продукты буду замерять 200-граммовым стаканом. Приготовление начинаю с крема. В ковшик наливаю 500 мл молока, ставлю ковшик на огонь. У меня здесь 5 желтков, крем я буду делать на желтках. Добавляю полстакана сахара, всё перетираю. Сахар вы можете добавить немного больше, если любите очень сладкий крем. И если для вас затратно использовать 5 желтков, вы можете заменить их на 2 яйца. Но на желтках намного вкуснее получается крем. Теперь в желтки с сахаром добавляю крахмал. У меня это картофельный, но лучше использовать кукурузный. Крахмал я добавляю 40 грамм. Это 4 вот такие вот неполные столовые ложки. Хорошо всё перемешаю до однородности, чтобы не было комочков. Молоко к тому времени уже почти закипает, оно очень горячее. Теперь понемножку наливаю его в желтки. Когда примерно 1 третью часть молока перелила, растворяю сахар и вливаю всё молоко. Полученную массу переливаю обратно в ковшик и отправляюсь к плите. Варить крем буду на среднем огне, непрерывно помешивая. Примерно через 2-3 минутки крем вот так вот загустеет. После этого крем варю ещё примерно 30-40 секунд и убираю с огня. Переливаю крем в другую посуду, чтобы он быстрее остыл. Крем, как всегда, обязательно накрываю плёнкой в контакт, чтобы он не заветрился. Заварной крем очень быстро заветривается. Теперь духовку включаю на 180 градусов и буду делать тесто. У меня здесь 3 крупных яйца, к ним добавляю хорошую щепотку соли и вот такой вот неполный стакан сахара. Это 150 грамм. Яйца с сахаром нужно взбить до светлого состояния. Я буду взбивать венчиком. Если есть ручной миксер, пожалуйста, пользуйтесь миксером. Как получила вот такой результат, вливаю растительное масло. 150 миллилитров. Это вот такой неполный стакан. Ещё добавляю сметану. Вот такую вот полную столовую ложку. Сметана у меня 25% жирности. Всё хорошо перемешиваю и буду начинать добавлять муку. По желанию также можно добавить ванилин или ванильный сахар. У меня ванильный сахар с натуральной ванилью. Теперь мука. Муки нужно 2 вот таких полных стакана. Но если у вас не очень крупные яйца, тогда добавляйте муку не всю сразу. В муку сразу добавляю полторы пачки разрыхлителя. Это 15 грамм или 3 чайные ложки без горки. Вот такой густоты должно получиться тесто, поэтому 1 стакан я вам советую добавить сразу. А остальную муку добавляйте постепенно, чтобы не переборщить с мукой. Пирог удобно выпекать в разъёмной форме. У меня её нет. Я беру обычную сковороду и застилаю пергаментом. Диаметр моей сковороды 25 сантиметров. Пару раз ударю вот так форму об стол, чтобы тесто хорошо распределилось по форме. Заварной крем остыл, его немножко перемешиваю и наполняю кондитерский мешок. Если у вас нет кондитерского мешка, можно использовать просто пакет. Когда пакет наполните, срежьте угол и точно также можно делать узоры. Сверху на тесте можно сделать обычную решётку из крема. Я буду проводить круги. В тесто или в заварной крем можно добавить кокосовую стружку, если любите. Будет ещё вкуснее. Нанесла один слой крема, после этого провожу ещё раз сверху вторым слоем крем. Убираю пирог в хорошо разогретую духовку и выпекаю в середине духовки. Когда пирог хорошо подрумянился, его можно проверять на готовность при помощи зубочистки. Зубочистка на выходе должна быть полностью сухой. Если так получилось, что пирог сверху подрумянился, а внутри ещё не готов, отправьте его на самый низ духовки, а сверху накройте фольгой и продолжайте дальше выпекать. Мой пирог выпекался 45 минут. Сразу переношу его на решётку и даю полностью остыть. Пирог получается очень нежный, влажный. После остывания посыпаю его сахарной пудрой и можно нарезать. Режется такой пирог очень легко, нож буквально тонет в пироге. Я очень надеюсь, что вам понравится этот рецепт. Пробуйте, готовьте, я с нетерпением жду ваших отзывов. Такой пирог мне очень напоминает по вкусу детские мишки Барни, которые мы покупаем в магазине. Пирог на самом деле очень-очень вкусный. Этот кадр я сделала на второй день. На второй день этот пирог становится ещё более влажным и нежным. Спасибо, что были со мной. Не забудьте подписаться на мой канал и обязательно нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем пока-пока!